Сегодня мы поговорим о том, как из детерминатных процессов делать новые детерминатные процессы. Ну и на самом деле некоторые такие вещи у нас уже были, и поэтому я по ним пробегу достаточно быстро. Ну первое, что можно делать, значит у нас есть какой-то детерминатный процесс, у нас есть пространство конфигурации, ну и какая-то детерминатная вероятностная мера на ней. Мы в следующий раз еще вернемся к тому, как в общем случае определить детерминатный процесс. Значит, обсудим, так сказать, уже в полной общности теорему, значит, Маки Сошникова, Шара и Токахаши о том, что если у нас, значит, вот этот мха и отвечающий ему ядро, там, как обычно, как и в прошлый раз, локально, теперь они будут, значит, появятся новые условия локальной следового класса, но про это мы поговорим в следующий раз. Тогда, значит, этот оператор забыл. Но сегодня давайте мы еще поживем, так сказать, в условиях таких немножко рукомахательных. У нас есть ядро, оператор К хороший, и мы откуда-то знаем, что вот это вот, такой детерминатный процесс существует. Первое, что можно делать с детерминатным процессом, это можно его ограничивать на меньшее множество. Причем на это можно смотреть с двух похожих, но немножко разных ситуаций. Первое, давайте так, А. Мы рассматриваем, ну, некоторое там Е с крышкой подмножество Е. Ну, собственно, оно у нас есть всегда и вариант А. Мы по-прежнему, мы построим новую меру на пространстве конфигурации на Е. Давайте я его назову ПЕ-К. Которая устроена очень просто. Что такое П с крышкой, ПЕ с крышкой К? Ну, надо сказать, что это, мы просто берем нашу меру, и, так сказать, каждую конфигурацию ограничиваем на Е с крышкой. То есть мы можем сказать так, что это мы берем ПЕ-К. Давайте я могу рассмотреть такое отображение. Здесь у меня ПЕ-К это просто отображение из конф-Е в конф-Е. Которая работает так, ПЕ от Х, это Х в пересечении с Е с крышкой. То есть я беру мою конфигурацию... ПЕ с крышкой? Нет. И вот в этом будет отличие пункта А от пункта Б. Значит, пункт Б все то же самое. Значит, смотрите, что я делаю здесь. Здесь у меня по-прежнему конфигурация на всем Е, но я насильственно из них исключаю все частицы, которые не попали в окошко. Которые не попали в эту Е с крышкой. Пункт Б состоит в том, что я... Ну, давайте я это напишу так. Это, так сказать, на самом деле такая... Ну, давайте я это назову, скажем, как крышкой, как Е с крышкой. И здесь все то же самое. Значит, это... Здесь будет просто отображение там ПЕ с крышкой. Где-то Е с крышкой. Вот теперь уже как предлагает Сережа действовать в конф Е с крышкой. А формула у него та же самая. Хорошо. Значит, почему у нас то, что здесь написано, это будут снова детерминатные процессы? Ну, на самом деле, очень просто. Давайте начнем с пункта Б. В пункте Б здесь я хочу сказать, что вот это вот соответствующее ядро устроено очень просто. Или, значит, мы просто берем старое ядро, которое было определено на всем Е на Е, а теперь берем его только в окошке. Почему это так? Ну, потому что с какой вероятностью... Значит, мы вспоминаем, зачем нам нужно ядро. Первое ядро нам нужно, чтобы определить корреляционные функции. Ну, если мы там, скажем, предполагаем, что все у нас там... Ну, значит, если пользоваться таким немножко наивным определением корреляционных функций, как вероятности того, что в малых окрестностях точек X1 и Xn попадают по частиц нашей конфигурации, то понятно, что от того, что если у нас все эти Xe живут в... Ну, значит, поделить на произведение мер окрестностей. Если все эти Xe у нас попадают в Е с крышкой, то, естественно, так оно и будет. Ну, тут, правда, можно, конечно, немножко придраться и спросить, а вот эта е с крышкой, она должна быть там открытым, замкнутым? Что делать с частицами на краю? Ну, и частицы на краю — это отдельные точки, то есть формально мы вот эти корреляционные функции не сможем обретить на границе нашей области. Но, учитывая, что у нас, собственно, ядро всегда можно намеренно определить как угодно, в этом нет ничего страшного. Вот. Здесь, собственно, происходит практически все то же самое, только ядро... Ну, давайте я такое же обозначение использую. Но это ядро надо записать вот так. Аргументация ровно та же самая. Если мы интересуемся корреляционной функцией какой-нибудь в точках, у которых хотя бы одна точка не попадает в Е с крышкой, то у нас будет, так сказать, строка там, столбец нулей в нашей матрице, определитель 0. Вот так и должно быть, потому что в ней Е с крышкой ничего нет. А если у нас все лежат внутри, то, естественно, опять же, эта формула нам дает то, что нужно, что как было, так и осталось. Вот. Это такой совсем детский способ получать новые процессы, но он бывает важным. А в принципе к нему можно приписать... Ну, давайте, да, давайте теперь второй способ. Второй способ такой. это делать какое-то преобразование нашего пространства. Ну, можно думать, например, что мое Е это там, ну, какое-то там, что-то типа области ВРН, там, скажем, а reference measure это у нас мера Лебега. Ну и тогда мы... Можно вопрос по этому способу? Да. Правильно понимаю, что таким образом мера, ну, не обязательно может мера какая-то получиться. Может быть такое быть, что вот в моем множестве не... Ага. Что не обязательно... То есть множество вероятность того, что у меня все точки в этом множестве равны нулю. Ну, окей, у вас будет почти, наверное, так сказать... Есть такой замечательный детерминатный процесс. Знаете, все умерли. У которого никаких частиц вообще никогда нет. Ну, нормальный процесс отвечает. К тождественно равному нулю. Ну, вот так оно и... Я думаю, такого не будет. Почему не будет? Будет. Я же никому не... Вот представьте себе, что у вас с крышкой получилось нулёвым. Что так, что эдак, это одно и то же. Просто возьмём детерминатный процесс, у которого ядро просто тождественное ноль. Мем правы и мем. Я пытаюсь просто ещё раз понять разницу между... Разница состоит просто в том, так сказать, в точке зрения. Разница на самом деле состоит в том, как бы удобно ли нам думать про конфигурацию, что мы, так сказать, из конфигурации что-то выбросили, а е оставили тем же самым. Это вот этот случай. А второй, когда мы, так сказать, не только конфигурацию поправили, но ещё и пространство сузили. Александр Игоревич, это будет вам известно. Эти два способа вообще не различают. И действовать так, как ему удобно в данный момент. На всякий случай я вам объясняю, что это совершенно одно и то же. А и В. Но, как сказать, формально это разные вещи. Ну, а можно такой вопрос? Да. Есть ли какое-то понятие изоморфизма? Значит, смотрите. Вот, собственно, я про это сейчас хочу сказать. Потому, собственно, следующая концепция состоит... Следующий, так сказать, способ состоит в том, что я буду делать, ну, какое-нибудь там измеримое отображение одного пространства в другое. Ну, и там давай сейчас обратное к нему тоже такое. Тогда можно, ну, так сказать, процесс на одном пространстве, перетащить процесс на другом пространстве. Ну, и там мы сейчас увидим, как переписывается ядро. Это, например, для чего будет нужно? Вот мы уже так немножко про это говорили, что если у нас есть, ну, вот там, скажем, у нас, мы говорили, вот возьмем, у нас там спектр, ну, скажем, унитарного оператора, значит, унитарной матрицы большой, но он будет лежать на единичной окружности, и он там какой-то спектр. Дальше мы говорили, что можно делать какой-то предельный переход. Значит, этот предельный переход будет состоять в том, что вы, как бы, окрестно, ну, понятно, что если у вас матрица размера n на n, то у нее n собственных значений, значит, так сказать, характерное расстояние между ними порядка единицы на n, ну, или там 2π на n, неважно. Поэтому надо взять окрестность нуля, ну, точнее, единицы на нашей окружности, и, чтобы у нас эти самые точки находились на характерном расстоянии 1, растянуть их в, во сколько там, в, ну, примерно n раз. После чего оказывается, что можно сделать предельный переход, что будет, так сказать, вот это растяжение будет нам давать, так сказать, дальше можно перейти к пределу и получить знакомый нам синус-процесс. Вот. Значит, здесь есть несколько моментов. Первое. Значит, если мы будем писать, там, давайте пока немножко я замету под ковер тот факт, что мы от окружности переходим к прямой. Это здесь дело, дело здесь не в этом. Как бы, можно, ну, если хотите, можно взять другой вам пример. Если вы рассмотрите Эрмитову матрицу с гауссовскими элементами, независимыми, там, комплексными, то ее собственные значения уже живут на вещественной прямой. Они, как оказывается, в подавляющем большинстве живут, там, на отрезке, ну, зависит от нормализации, там, от корней из n до корней из n, от минус корней из n до корней из n, с какой-то константой. Правильно? Полукруговой закон. Ну, и дальше, если их там правильно перенормировать, то они будут, соответственно, занимать какой-то большой отрезок, но, опять же, на характерном расстоянии единица. Ну, и дальше, соответственно, вот эта перенормировка, это будет сейчас то, что мы будем обсуждать в пункте 2. А дальше можно будет сделать, опять же, предельный переход. Сказать, а пусть теперь n стремится к бесконечности, что происходит вот с этим вот. А встает вопрос, конечно, ну, вещь, которую можно получить просто, так сказать, ну, чисто аналитически, это посмотреть, а что при этом предельном переходе у нас случится с ядром. Ну, и мы увидим, что ядро, оно имеет пределы. Дальше из этого надо будет сделать некоторые выводы насчет того, что тогда есть там в определенном смысле сходимость соответствующих процессов. Ну, вот это, так сказать, это предмет нашего, наверное, тоже разговора в один и на одном из следующих занятий. Смысл здесь именно в этом, что мы, ну, первый шаг, так сказать, мы сейчас учимся не переходить к пределу, а делать вот этот первый шаг, делать эту ренормализацию. Это, так сказать, ну, просто переход к другой координате, если хотите. Вот, вот, собственно, и все. Значит, понятие изоморфизма, ну, вообще, оно, это примерно то же самое, как бы, вы всегда можете, ну, и, как бы, если вы перевете фазовое пространство, и делать на нем какое-то там преобразование, разумное, там, сохраняющий класс вашей меры Е, то можно переписать соответствующий процесс. Ну, и если он у вас таким способом из одного может быть чуть другой, ну, наверное, разумно их считать изоморфными, но это редко возникает. То есть, как правило, само по себе понятие изоморфности особенно не нужно, а нужно, вот, так сказать, то, что они не просто изоморфны, а изоморфны, вот этим вот F. Обычно тут, так сказать, F первично, вот это сопрягающее отображение, все остальное уже получается относительно легко. Так, ну, поехали. Значит, что у меня есть? У меня есть какое-то отображение F из E, ну, давайте E штрих, здесь у меня была мера мю, здесь у меня будет какая-то мера мю штрих, и теперь, соответственно, что я могу сделать? Я могу рассмотреть отображение, ну, давайте я его буду обозначить, ну, например, можно обозначить F со звездочкой, из фонг E, фонг E штрих, которые просто в каждой частице применяют наши, да, в каждой частице нашей конфигурации. Ну, и вот вопрос, как, ну, F мы будем считать, так сказать, F можно считать, там, объекцией, и такой типичный пример, когда это области ВРН, а F это дефиаморфизм, потому что мы будем от него совершенно без каких-то сомнений брать обратное отображение, но мы сейчас увидим. Вопрос. Допустим, что у меня теперь на F есть, ну, вот какой-то, какой-то, какой-то детерминатный процесс. Ну, разумеется, если у вас есть отображение пространств, то из него возникает отображение мер, да? Ну, это общий, так сказать, факт в стиле меры. Стефан, это вызывают какие-то вопросы? Нет. Нет, очень хорошо. Очень хорошо. Значит, итак, мы получили, ну, можем, давайте, если писать совсем, когда не лично, то надо написать, что вот, когда я беру F со звездочкой, со звездочкой, F со звездочкой, это получается нечто новое, ну, некая новая мера здесь, F штрих. Так вот, утверждение стоит в том, что вот эта мера, которая теперь, значит, это мера на конф с F штрих. Так вот, я хочу сказать, что это F штрих, у меня будет, значит, F F штрих, значит, будет снова детерминатный, F штрих мы сейчас найдем. Давайте, ну, давайте попробуем это сделать. Ну, мы, естественно, хотим посчитать корреляционные функции для вот этого самого нового процесса, F штрих. Ну, давайте их сосчитаем. Значит, вот у меня есть Y1, Yn, это все происходит в E штрих. Соответственно, что я делаю? Ну, я вокруг этих точек беру какие-то множества. А1, Аn. Тогда вот этот вот объект, это примерно, что? Это примерно вероятность того, ну, можно сказать, F штрих, от того, что S звездочкой от X в пересечении с Ажи не пульса для любого G от единицы до N, а поделить на произведение чего? Произведение μ' от Аж. Ну, где предельно, где вот это примерно равно, понимается так, что надо дальше эти множества там вот брать все короче и короче, тогда это в пределе будет равенство. Очень хорошо. А теперь мы что можем написать? Что это просто равно P от X в пересечении с минус первой от Ажи-кого. Не пусто. Отделить, ну, на произведение этих самых смертей от Ажи-тых. Так, что мы дальше делаем, Сережа? Ну, вот это вот как можно оценить? Примерно, так сказать, вычислить. Старые корреляционные функции. Конечно. Конечно. Это у нас, так сказать, у нас теперь, поскольку мы взяли F-1, получились какие-то точки X1, X2, XM, у которых получились, ну, вот окрестности F-1, 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 F-2 и так далее. И, соответственно, поскольку это, ну, мы считаем, что X в каждом дефиоморфизм, то маленькие окрестности стали маленькими окрестностями, и поэтому мы можем просто написать, что это есть. Корреляционное примерное, опять же, равно. Корреляционная функция старая. Ну, вот, в этом ставить. От чего? Ну, вот, про образов. F-1, 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 F-1. Так. И поделить, умножить на произведение мер опять-таки минус первая, F-1, F-1. Очень хорошо. Ну, теперь остался вот этот множить, с которым надо что-то сделать. Понятно, что, ну, даже этот множить, наверное, разумно переписать, как произведение вот таких дробей. А что вот это такое? Производная Н? Конечно, это производная Родом Никодима. Вы, ну, можно просто написать, что это есть. Это вот. Произведение от G-1, M, D, можно писать так, F со звездочкой мю делить на G-3. В точке, значит, а житые у нас маленькие в окрестности Y-житов, поэтому тут Y-житов. Вот такая у нас получилась формула. Значит, какой отсюда вывод? Вот эти числа, мы их можем теперь, ну, надо вспомнить, что вот это выражение, это у нас, ну, мы хотим, чтобы оно стало определителем. Ну, и вот это число, это у нас определитель. Да, это вот, где-то, можно писать, что это равно. Примерно равно, но, поскольку теперь у нас, сейчас, ну, в общем, здесь, что мы получили? Мы получили вот такую цепочку примерных равенств, да? Симпетических равенств, когда все ажитые стремятся к нулю. Теперь прошу заметить, что начало и конец, здесь только это не имеется. Начало и конец этой цепочки никаких ажиток не содержат. Да, здесь нет никаких ажиток, и здесь нет никаких ажиток. Ажитые были посередине. Значит, когда мы перейдем к пределу, константа будет просто равна, но одно число будет равно другому. Отлично, давайте я это напишу, а потом мы посмотрим, что это означает с нашей детерминатной точки зрения. Так, мы доказали. Мы доказали. Вот такой ажиток. Ну, теперь, что же у нас получается? Если я вспомню, что это у меня будет определитель k от S-G от Y-J, умноженный на С-G произведения. Давайте я вот этот для простоты обозначу, скажем, G от Y-J. Вот, то я, собственно, могу сделать что? Я могу вот это произведение запрятать в эту матрицу Причем я здесь могу поступить совсем наимным образом Ну, просто скажем, так сказать, умножить на G от A, G, G И скажем, соответственно, строгу или, соответственно, столбец А могу сделать более симметрично То есть, например, я могу считать, что K' от Y и Y с волной Это K' от Y от Y с волной Множить на корень из G от Y от Y с волной Вот мы доказали, что действительно, что наш новый процесс будет вот диссерминатом с таким ядром Хорошо, это опять же некоторая заготовка на будущее Ну, давайте все-таки на нее посмотрим и увидим, что, как вы видите, что получилось у нас такая вещь Что K' это, значит, оно себя ведет не так, как положено, скажем, в форме И не так, как положено скалярно Оно умножается ровно на корень из соответствующих произносов Когда вы делаете замену переменных Вы умножаете, ну, скажем, когда вы в форме делаете замену переменных Вы умножаете на E к б n Ну, то есть, как бы вам надо было Вот на такой E к б n по первой координате умножить И по второй координате умножить Ну, так надо сказать, еще производную, скажем, и все одномерно Другой случай, когда это просто скаляр, тогда не на что умножать Не надо перешли, так сказать, взяли в соответствующие точки и все А вот здесь, оказывается, такая интересная штука Здесь умножается на корень из этого E к б n Вот это полезно иметь в виду Потому что я, конечно, писал это вот в таком устрашающем виде Но на самом деле, как я уже сказал, просто E к б n замену Хорошо, это еще один прием Который нам позволяет делать, ну, не, так сказать, новые процессы Ну, делать из одного терминантного процесса другой Зачем это нужно, я уже объяснил Ну, как, в следующий раз, наверное, мы про это еще поговорим Так, следующее Это тоже будет такой, скорее, напоминалкой Я хочу сделать следующее Допустим, что у меня есть какая-нибудь функция Так, это тоже G обозначил Которая всюду принимает значение между 0 и 1 Тогда я утверждаю, что мы Да, давайте я это напишу так Что Вот такой процесс, это снова терминантный процесс Ну, и на самом деле написать его Там, К штрих от X, Y Просто К, X, Y А корень из G от X, G от X Какой вероятность Значит, что у нас здесь написано Здесь написано Мера, умноженная на число Ну, на число, так сказать, зависящее от точки То есть это Мера абсолютно непрерывная относительно этой Ну, вот с такой вот плотностью То есть Тогда я утверждаю, что то, что у меня будет Это будет вот такой терминантный процесс Это можно доказать непосредственно Ну, то есть надо опять посмотреть на корреляционные функции Хотя Хотя с корреляционными функциями Может быть быть даже не Не очень просто Но Мне кажется, что не надо Сейчас Сейчас Вы, наверное, правы Сейчас Или это я вас обманываю Ладно, давайте мы это пока отложим Я могу сказать Значит, что-то у меня немножко Сейчас Сейчас Ну да, формально Вы, конечно, правы Потому что Может быть тогда Не Не иметь Не иметь Мера может не быть вероятностной С другой стороны Вот такую функцию К Написать можно А Эту функцию Мы На самом деле Даже Мы обсуждали Помните Ну, мы обсуждали В случае, когда вопрос На число умножаем А это Обобщение То есть Вот давайте я Тут действительно Надо написать Немножко другую Формулу Скорее всего Она отличает Тем, что нам надо Правильно Эти единички Поставить Давайте я Это, так сказать Немножко Нет, я неправильно Написал Хорошо Значит, вот это Тем не менее Будет детерминатным процессом И у него есть Очень простая Вероятность Интерпретация Вы сначала Разыгрываете Процент Ну, так сказать Конфигурацию С ядром К А потом Так сказать Заставляете Каждую частицу Сыграть в русскую рулетку С вероятностью Выживания Ж от Х Где Х Это та точка Где она находится Тогда Соответственно У вас получается Все это происходит Независимо Независимо от выбора Независимо от того Что происходит В других точках Соответственно Какие частицы Выживают Они попадают В итоговую конфигурацию Какие-то нет Ну, нет Вот Почему тогда Соответственно Ядро будет Вот таким Ну, тоже понятно Если вы посчитаете Кирляционную функцию Скажем Вероятность Попасть в эти самые Окошки То это будет Во-первых Попасть в эти окошки Так сказать Исходным С терминантным процессом А во-вторых Надо Надо Так сказать Выжить И это Выжить Это произведение Ж Ну и Как дальше Наше Стандартное преобразование Вместо того Чтобы писать Него один раз Как же От их житых Мы один раз Множим по строкам Другой раз По столбцам Снова и поставим корень Да Давайте я Оставлю в качестве Задачи Написать Как же Можно ли как-то Этот процесс Проинтерпетировать Так сказать На уровне Мер Я согласен Что там все Немножко сложнее Чем я думал Но Хорошо Значит Вот Такая еще есть Процедура Вот Давайте теперь Перейдем к самому Главному Сегодня Сюжету Это Способ Который Называется Нерой Значит Что Имеется в виду Это Условные Меры Это Условные Распределения Это вообще Можно проводить Не только Для терминатных Процессов Для любых Точечных Процессов На самом деле Можно Такую Конструкцию Построить Но для Детерминат Она Дает Некоторые Важные Дает Снова Детерминатный Процесс В этом Собственно И состоит Ценность Этой Конструкции Здесь Вот У меня есть П Давайте Рассмотрим Из П Сделаем Условное Распределение При Условии Что Некоторая Точка В Принадлежит И Значит П Это Фиксированная Точка В Е Ну и Соответственно Получим Новое Ну если Писать так То надо Писать Вот так П Ну и С Индексом П Конечно Тут Возникает Если У меня Все Происходит В дискретном Случае Скажем Мое Е Мое Фазовое Пространство Это З Ну тогда Вот это Событие Естественно Считает Что она имеет Уложительную Вероятность И Здесь Работает Обычная Формула Условной Вероятности Которую Учит Там Чуть Не В Школе А Вот Если У нас Непрерывный Случай То Вероятность События Что Данная Конкретная Точка Скажем Ноль Попадает В нашу Конфигурацию Событие Вероятность Ноль И Поэтому Вот этот Объект Требует Какого-то Отдельного Обсуждения Чем Мы Сейчас И Займемся Но Значит Вот Так Сказ На Идейном Уровне Все Хорошо Разумеется Когда Мы Говорим О таких Условных Распределениях При условии Чего-то Имеющего Вероятность Ноль Вот тут Есть два Подхода Один Такой Как бы Сказать Физический Что Ну Что Такое Значит Надо Взять Маленькую Так Сказ Качество Точка Не строго Ноль Содержится А точка Где-то Вблизи Нуля Обязательно Читится Наша Конфигурация Должна Попасть Содержится Соответственно, посчитаем это условное распределение Потом мы стремим радиус этой окрестности к нулю Будет какой-то предел, может быть Этот предел будет тем, чем нам Тут, конечно, возникает сразу вопрос Почему этот предел есть и так далее Второй способ Это способ через теорию меры Здесь он потребует некоторые Мы все понимаем, что это как Производный родон Никодима У нас даже сегодня уже была Который строится таким абстрактным образом Хотя если там все хорошо То ее можно действительно получать Как предел частного мер Одно и другое маленького множества Здесь ситуация усложняется тем, что Условия наши имеют Такую довольно хитрую природу У нас ведь частицы конфигурации не нумерованные Поэтому тут нужно Подойти чуть аккуратнее Этот подход Насколько я понимаю Принадлежит Каленвергу И он Он стоит в следующем Значит Первое, что мы сделаем Мы рассмотрим Так называемую меру Кэмбелла Что это такое? Значит, это мера Во-первых, на чем она? Она на Е На вот таком произведении А определяется она следующим образом Ну, естественно, ее достаточно определить на цилиндрах Давайте я в Е возьму Какое-нибудь множество B А в Конф Е возьму Ну, какое-то множество З только описано Тогда Вероятно Ну, это значит Мера этого множества Это Интеграл По Z Числа Точек конфигурации Попавших Вот такая формула Ее же можно написать еще по-другому Что я должен взять Матожидание Такое случайное Изличное Деканта На число частиц B Вот Ну Если у нас B, скажем, ограниченное множество То тут Не возникает никаких вопросов У нас Вот это какая-то измеримая Ограниченная функция Мы все интегрируем И все прекрасно Вот Хорошо Теперь Давайте мы На эту меру Можно посмотреть еще одним способом Вот смотрите Такой способ Более геометрический Единственное Ну давайте Я вот здесь У меня будет Конф Е Если это Немножко не соответствует Там в каком порядке Я написал Со мной Но Так Просто рисовать То есть Что у меня получается Вот у меня есть Ну где-то здесь сидит Мое Z А где-то здесь И Это самое В Давайте Возьмем какую-нибудь Конкретную Конфигурацию X Что я делаю На самом деле Я могу Сказать так Что у меня Есть условная Мера Но только здесь Условная мера Будет Так сказать Первичного объекта Из которой Собственно И соберется Нарокенбул У меня Есть Здесь частицы Ну соответственно Как мы уже договаривались Конфигурация Это Мера Да В которой В каждую Частицу В каждую Частицу Посадили Дельта Меру Светсмати Так вот Если я То есть Имея Вот такую Меру Какой-нибудь Буквы Мне ее надо Обозначить Буква П У меня уже Перегружена Ну давайте Я Скажем Дельта То Тогда Вся Мера Кэмббла Это Ну Если угодно Это Интеграл По Значит Здесь еще Значит На конф Е Есть Мера П Соответственно ЦП Это Ну я так Немножко Вольно Вот такой То есть В каждом Смысл Здесь Ровно Такой Вот здесь Мы берем Если у меня Теперь здесь Есть множество Вот этого Прямоугольничек То чтобы Померить По мере Кэмббла Мне надо Померить Каждый Вертикальный Отрезочек А потом Проинтегрировать По По мере В основании Значит Мера Вот этого Вертикального Отрезочка Это Соответственно Ну Сумма Вот этих Единиц По всем частицам Которые туда попадают То есть Как раз Решетка Б От х Ну поэтому Вот это Все то же самое Вот Ну теперь Когда мы Со всем этим Свыклись Давайте Сделаем Простую вещь А давайте Теперь В обратную Сторон Пойдем Мы Скажем Что мы Стартуем Ну так сказать Возьмем Возьмем Условные меры Только в другую сторону Такие Я хочу Написать Что Моя мера Кэмпбелла То есть Все вот это Добром Это Будет Интеграл По От чего От каких-то Мер На Монфьен Да Это будет П Давайте Это обозначим П с крышкой С индексом П От З На Д Что-то Сейчас Мы Выясним Что От Помог Какую Меру Здесь Надо Написать Какая Мера У нас У нас Вот Здесь На самом Деле Здесь Правильно Написать Мне хочется Чтобы Эта Мера Была Вероятной Давайте Подумаем Что Здесь Надо Написать Чтобы Моя Мера Получилась Вероятной Что Означает Что Вот такая Мера Вероятность Это Значит Что Если Я Возьму Z В качестве Z Возьму Все Пространство Я хочу П От Всего Конфьен Равняется Единице Ну Соответственно Я Давайте Понятно Что Я буду Это Проверять Не по Подточить Да Интегральным Оборцом Я могу Написать Мера Ганула От B На Одну На Все Клубки Я Это Должно Быть Интеграл Ну С одной Стороны Это Интеграл Единицы Вот Этой Самой Д Вот Чего-то Там От B По По Б А С другой Страны Если Мы Вспомним Как Посчитать Меру Кэмбла То Это Будет Просто Мат Ожидание Ваня Вопрос Что же За меру Надо Написать Там Как Она Называется Впринципе Мы Можем Написать Что Это Есть Вот Это Вот 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 Господа Очные Дистанционные Слушатели Как же Эта Штука Называется Дистанционные Ну хорошо А вот Скажем Для Синус Процесса Что Это Такое Вот Возьмем Синус Процесс Вопрос Каково От Ожидание Числа Частиц В каком Немножстве Б Просто Мерлибека Правильно Просто Мерлибека Длина А как вы Это Догадались Ну У нас Сколько Надо Это Конечно То Что Вот Это Вот То Что Здесь Будет Написано Это Просто Первая Корреляционная Мера Давайте Я не Помню Как Я ее Обозначал Давайте Я вот Таким Вот так Обозначу Ру1 От Б Потому Что В принципе Мы уже Сегодня Ру Н Используем Возначение Соответствующей Корреляционной Функции Которая Есть Просто Плотность Относительно Нашей Референс Меша Просто Ру1 От Б Ура Значит Если Я здесь Напишу Ру1 От Б Ру1 То У меня Получится Что Вот Эта Вот Функция У меня Получится Соответственно Если я теперь В качестве Подставки В этот Набор Раис Закон Фе Что Здесь Может Стоять Функция Тождественная Единица На самом деле Дальше Вспоминаем Теорему То Как устроен Функционал Ну Грубо говоря Это опять же Будет вопрос О том Как устроено Что плотность Грубо говоря Единственная Поэтому Мы договорились Что если мы здесь Написали Ру1 То эти меры У нас становится Вероятностью Прекрасно Итак Определение Вот эти Вот ПП Называются Мерами ПАЛЬМА Точнее Тут Мы сейчас Я сейчас Дам П Это Меры Соответствующие Точки П Правда Эти меры Немножко Я не зря Здесь поставил Крышечку Эти меры Сами себе Не очень удобны Дело в том Что у этих мер Есть такая Особенность Что в точке П Вот можно Написать Такую формулу Вероятность Того Что П Дальше Т Равна 1 Согласны? Давайте Давайте подумаем Почему это так Я с ним Потом докажем Дальше Дальше Смотрите, вот это, как это объяснить, давайте так. Я утверждаю, что по мере Кэмпбелла, давайте я рассмотрю, я хочу сказать, что мера Кэмпбелла вот такого множества, давайте скажем, px, где p не прям лежит x, а равно 0. А, у нас это вот pq, оно абсолютно непрерывно относительно меры Кэмпбелла? Сейчас pp, вот это, оно не может быть абсолютно непрерывно, потому что оно на другом пространстве живет. Это получилось, значит, pp это мера снова на фон Фиа. Так сказать, мы, у нас вот здесь живет теперь мера ρ1, а условные меры, они теперь меры на горизонтале. pp, здесь mg, p, p, p. Значит, пx. Может, это та решетка 0x? А? В первой формуле решетка, когда это количество частиц из... Ну, конечно, это отсюда. ...из x в b, равно 0x в b. Ну, да. Здесь наше множество не... Ну, вот это вот множество, оно не имеет такой простой природы, что это квадратик. Ну, естественно, эту формулу можно написать и не для квадратика, а для любого интеграла. То есть, если у вас есть... Вы хотите теперь померить какое-то кривое множество. Есть такое множество? Ну, давайте это множество, скажем, значит, ω. Вот вы хотите его померить. Тогда, чтобы его померить, надо опять же написать dp. Ну, ω — это интеграл dp, ну, dp от x по всему комплексу. А здесь надо написать, ну, если хотите, можно написать дельта x от соответствующего сечения. Да? Вот ω x. Омега x — это вот это вот. Омега x. Омега x — это множество тех p, таких, чтобы x надлежит омега. Да? Ну, вот, собственно, и все. Значит, у нас условие... Значит, у нас ω x — это в точности дополнение к x большому. И поэтому, когда вы меряете по дельта x, по сумме дельта мер в точках x большого, то вы получаете ноль. Вы интегрируете ноль и получаете, ну, вот для этого конкретного множества, получаете ноль. А вот эта формула верна всегда, ну, соответственно, для этого множества получается ноль. Ну, это, так сказать, понятно, что это терем фубий. Очень хорошо. Значит, мы доказали вот этот факт. Но это значит, что мы можем считать... Значит, разумеется, у нас вот эти p с крышкой p определены как бы стоящую до множества меры ноль. Да? Но мы можем их определить так... По p. Мы всегда можем на множество меры ноль их... Ну, потому что у нас есть вот такая формула, и это значит, что мы можем их портить. Потому что мы все равно же интегрируем. Поэтому... Поэтому у нас здесь есть свобода выбора, но мы можем считать, что все эти меры, они на самом деле живут, но, так сказать, они за пределы этого множества не выходят. Потому что здесь у нас просто мера ноль. Ну, грубо говоря, можно взять и просто выкинуть из pp, то есть p с крышкой p. Конечно, взять новые p с крышкой p, которые есть старые p с крышкой p, пересеченные, ну, вот, с соответствующим сечением умника. При этом вот этот интеграл не поменяется. Потому что все наши изменения, они происходят, ну, в терминах, так сказать, двукратных, вот, в терминах меры на квадратно-нанопроизведение. На омега х. Омега х имеет меру ноль. Поэтому от того, что мы там что-то выбросили соответствующее, ничего не менялось. И, значит, мы можем вот это вот принять. Соответственно, с вероятностью 1. Ну, отлично. Значит, сказав это... Так, вам надо сейчас что-то повторить, иначе вы потеряете совсем. Ну, учитывая, что у нас двое суши тоже где-то на грани того, чтобы потеряться, я думаю, это будет полезно. Давайте я сделаю последний шаг и потом еще раз мы, так сказать, все это обозреем. Значит, давайте я рассмотрю такое отображение. R, P, значит, оно низком въев себя. И оно устроено очень просто. Оно х переводит в точку минус p, выбрасывает точку p, если она там была. Так вот, я могу теперь написать, что p, p, это r, p с а звездочкой, p с крышкой, p. И это называется, наверное, правильно говорить, переведенная, или там, редуцированная, reduced, мера пары. Соответственно, мы вот эту самую частицу, которая там была с вероятностью 1, просто выкинули, поэтому... Значит, теперь у нас такого вот этого вот условия нет. У нас, наоборот, туда p входит с вероятностью 0, но в этом нет ничего страшного. Вот. Хорошо. Значит, теперь давайте еще раз просто пройдем по всей этой конструкции. Значит, первое, что мы хотим... Значит, что мы делаем? Сейчас у нас есть какой-то точечный процесс. То, что он детерминатный пока... Кстати, в том, что сейчас написано на доске, совершенно неважно. Есть точечный процесс. Значит, какая вероятность вероятности мера на конфигурациях на e. Мы выбрали некоторую точку p из e. И что мы хотим? Мы хотим построить условное распределение при условии, что вот эта частица, точка p, входит в мою конфигурацию. Обычно, ну, если e это, скажем, прямая или что-то такое, это событие вероятности 0, поэтому это требует некоторых усилий. Такое условное распределение при условии. Ну, поэтому мы пойдем по такой дороге. Первое, что мы сделаем, мы рассмотрим так называемую меру Кэмпбелла. Значит, это мера на вот таком декартовом произведении. И эту меру можно описать так, что... Чтобы задать меру на произведении, я могу... Это вообще есть общая конструкция. Я могу задать меру на одном сомножителе. А потом задать для каждого значения вот отсюда, задать условную меру на другом сомножителе. Вот я возьму, соответственно, мера на самом конфе, это p, мое распределение. А условная мера такая. Если у меня, соответственно, здесь есть конфигурация x, то я просто сажаю в каждую точку этой конфигурации под этой мере. Соответственно, у меня получается некоторое... Она уже, естественно, невероятностная мера на произведении. Это мера Кэмпбелла. Здесь написано то же самое, но только без слов дельтамера. Значит, мера Кэмпбелла от вот такого произведения... Ну, это вот, как естественно, будет интеграл к саму. А здесь как раз и написано то, сколько этих дельтамер попадет в b. Ну, это просто соответствующая мера от моего множества b здесь. Но это то, сколько точек туда попало. То есть, решетка b здесь. Ну, здесь написано то же самое. Надо просто заметить, что... Значит, z это множество в пространстве конфигурации. То есть, можно как-то думать, что здесь написано не так. Тогда это просто с тобой. Вот. Теперь. Теперь я хочу на эту меру на произведение посмотреть, наоборот, с другой стороны. Я хочу сказать, что давайте... У меня будет мера вот здесь и будут условные меры на слоях. Теперь уже на горизонтально. И я еще дополнительно хочу, чтобы у меня вот эти условные меры на слоях, которые я обозначил с крышкой b, это и будут мои интересующие условные распределения, чтобы они были вероятными. Тогда здесь надо написать R1, первую корреляционную меру. Это мы проверили, что, действительно, если что... Ну, при этом условии все сходится. То есть, надо проверить, что, если вы возьмете вот такое вот множество, то его мера Кэмпбелла это просто первая корреляционная функция, ну, первая корреляционная мера здесь. Ну, действительно, потому что у вас в каждом сечении, ну, у вас вот этого нет, и возникает просто решетка b. Все. Значит, сказав это, мы получили вот эти p с крышкой p. Естественно, эти p с крышкой p, ну, как, так сказать, как и любая производная радонных академы определены, можно их переперее менять на множестве p меры 0. Ну и ладно. Значит, это меры на пространстве конфигурации. Ну, вот с этим условием. Соответственно, вот что мы сделали. Это меры патин. Дальше мы делаем еще один шаг. Этот еще один шаг состоит в том, что мы заметили, что с вероятностью 1 в такую конфигурацию точка p маленькая войдет. Ну, как бы, на этом уровне это очевидно. На уровне вот этой вот абстракции с мерами Campbell это надо доказать. Мы это тут сделали. Выяснили, что вероятность того, что... Вероятность дополнения это 0. Ну, вернее, мера Campbell дополнения это 0. Ну, значит, будет 10. Все, давайте теперь мы эту частицу p выбросим, и получим уже приведенную меру пальмы. Вот это будет наш основной минус. Настолько основной, что дальше я слово приведенное говорить не буду. Всегда, когда я буду говорить меру пальмы, я буду приведенную. Хорошо, значит, конструкция понятна. Я надеюсь, я просто сейчас сотру почти все. И... Значит, приведенное. Приведенное означает, что мы выбросим... Значит, у обычной меры пальмы, не приведенной, в нее с вероятностью 1 входила частица p. Вот здесь написано доказательство этого факта внизу. Ну, здесь, наверное, написано, что это вероятность от того, что p не принадлежит, x равна 0. Ну, как бы, вот если вспомнить самое начало, то это очевидно. А на вот этом теоретическом множественном языке вот это надо там доказать. Соответственно, приведенное получается, если мы выбросим эту частицу, которая гарантированно сидит в точке p. Она нам, как мы увидим дальше, она нам бы нам мешала. Поэтому мы ее выбросим. И формально делается так. Рассматривается отображение, которое из конфигурации выбрасывает точку p. И, соответственно, рассматривается образ меры. Вот и все. Вот. Образ, соответственно, обычной меры пальмы. Это будет вот этот самый приведенный. Все. Значит, это мы разобрались с тем, как это определять строго. А теперь давайте поймем, что же у нас будет, если наша исходная мера была детерминатная. Теорема. Теорема. А, Ширай и Такаши. Стоит в следующем. Пусть у меня p – это детерминатная мера, но с каким-то ядром хрома. А, наверное, сейчас. А, наверное, сейчас. А, наверное, сейчас. А, наверное, сейчас. Нет, наверное, ничего не надо требовать. Так вот, тогда соответствующая мера пальмы p – p – это… Это тоже детерминатная мера с новым ядром kp, и это новое ядро может быть найдено вот по такой формуле. Вот так вот. Здесь, как обычно, есть подводный камень. Хорошо нам уже известно, что наше ядро можно менять на множество меры 0. Вернее, ну да, соответственно, если мы делаем что-то вот такое, то у нас, ну, например, если вы kp в одной точке kpp поменяете, там 0 напишете, то вы не поймете что. Но, к счастью, ну и здесь тоже можно такие же фокусы сделать. Ну, с kpp хуже, потому что в знаменателе у вас… Вы можете на все диагонали 0 положить, и шароид и кахаши вам ничего уже полезного не дадут. Поэтому, наверное, разумно считать, что k у нас непрерывное в данном контексте. В общем, мы сейчас увидим из доказательства, что нам нужно. Значит, мы будем полагать, что k непрерывное. С другой стороны, если уж k непрерывное, то нам теорема шароид и кахаши даст некоторый конкретный способ задать наши ядра, вот эти kp, ну и соответственно, соответствующие меры пальм. После чего вопросы о том, что что-то определено с точностью множества мер и ноль по p, они отпадут. Потому что мы скажем, что нет, мы всегда определяем по шароид и кахаши, вот по этой формуле. А если вы определитесь по-другому, ну, это ваше дело почти всюду совпадет. Но мы можем определить вот таким конкретным образом без слов «почти всю». Доказательство, на самом деле, очень простое. Давайте поймем такой факт. Вот мы хотим написать корреляционную функцию для новую корреляционную функцию в p, ρn от p, ну, в каких-то точках x1x. Я утверждаю, что это исходная функция вот в таком наборе точек поделить на первую корреляционную функцию в точке p. Здесь как раз разумно воспользоваться, ну, вот тем, сказать, неформальным определением условного распределения, что мы говорим. Но мы не можем сказать, что точка p входит. Примерно p входит. То есть тогда что у меня здесь будет написано? Как бы вот эта вероятность, это... Ну, если я на знаменателе умножу, то у меня получится просто вероятность того, что в маленькие окрестности в каждой точке я выпадаю хотя бы одной частицей. Есть частица в окрестности в точке p, есть частица в окрестности x1, есть частица в окрестности x. Ну и, соответственно, все это вместе будет равно вот этой корреляционной функции. Согласны? Ну и все. Теперь осталось только взять и расписать, что же у меня здесь получается. Получается у меня здесь следующее. Идиот. Ну давайте я... КОНЕЦ Вот такой определитель Ну и еще здесь надо написать Согласны? Ну а теперь кто мне скажет, что надо сделать С этой вот Получительной матрицей Чтобы получить ту форму Моя цель получить Некоторые принятия N на R Чтобы там уже никакого Специального столбца по двух буквы не было Ну правильно Ну если вы будете раскладывать По строке или по столбцу То будет некоторая проблема Потому что у вас Так сказать коэффициенты, которые будут стоять Снаружи, это будут вот эти Здесь эти иксы тоже они будут Так сказать стоять А с другой стороны, когда вы возьмете Ну скажем, возьмите вот этот элемент У вас там будет стоять минор Который все равно входит что-то не то Что с этим делать непонятно Другие предложения? Я не знаю, но формула выглядит так, как будто в этой матрице Там получитали строки и столбцы Совершенно верно Давайте вот этих всех Вот всех этих Занулим Прибавляя столбцы Ну или можно строки приблить, а все одно и то же Соответственно, с каким коэффициентом я должен Прибавить То есть у меня будет Первый столбец у меня не выписывается Здесь у меня будет Ну или и Давайте я общую форму напишу Я должен Вот этот столбец прибавить С каким коэффициентом? Минус Вот это делить на вот это Вот x, g Делить на k Соответственно, здесь у меня будет Тут написано k на x и x, g Это то, что было И я должен вычесть Вот этот элемент Который есть k, x и b Умноженный на вот тот множитель k, b, x, g На k, b, x, g Такая у нас получилась матрица Осталось заметить, что Вот это и вот это просто сократятся Все? Все доказано Таким образом Переход к мере пальмы нам дает Из детерминантного процесса Снова детерминантом Вот Что? В чем ценность Теорема Шерейда Кахаши? Знаменатель мы тоже Про 7 Вот этот? Ну естественно Я уже сказал Ну если у вас функция Непрерывная То там из соображений Положительное Ну например Если у вас знаменатель 0 Ну Значит правильно сказать так Если у вас непрерывная функция Вы можете взять то множество Где k, b, p равно 0 И вот И это множество Просто выбросить Важно Вон как мы учили Так сказать В пункте 1 Если вы его выбросите То Вы на самом Ничего не потеряете Потому что Вероятность того Частица попала туда На нулю По определению Первой корреляционной функции Соответственно Вы ничего не потеряете Но теперь вам не надо Заботиться о нуля Знаменательном Вот Хорошо Теперь 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 Ну давайте я еще Написав это Скажу следующее Что Ну вообще Вот на эту формулу Можно смотреть Таким довольно Интересным способом Если А это тогда Достаточно часто Вот предположим Что у нас k Это проектор На некоторое l Ну мы знаем Что часто Значит Наши k Это проектор Вот Если k Это проектор На l То как нам Понять Что такое Проектор Ну тогда Разумно считать Что kp Это проектор На l Ну давайте вот так Что lp Вопрос Что же это такое zlp Ответ Такой Что k От phi Это phi Ну теперь Что такое kphi С точки П Это f Это Интеграл От чего там Будет k От x y f y d И теперь Уже Поскольку Этот Интеграл У нас Корректно Определен f От П Это Вполне Конкретное Число Это Такое Значит Мы Получили Что Это Предположение Непрерывности k Ну да Предположение Скажем Непрерывности k Значит Да То есть Мы Выяснили Что на нашем Нашем l Нашем Пространстве l Операция Взятие Значения В точке Она Ну это Непрерывная Функция Поэтому Все Прекрасно У нас Ну там Наверное Потребующая Функция Там была Как правило Бывало Но это У нас Есть Потому что У нас Ну например Один вариант Что k У нас Самосопряженная И тогда Надо Чтобы она Обладала Следом Ну вернее Это Локально Обладала Следом Поэтому Тут Совсем Каким Попало k Написать Не получится Короче Говоря У нас Есть Вот эта Операция И lp Это Будет Вот Такое Пространство Почему Ну потому что Ну это Просто так сказать Ленина Алгебра Значит Мы должны Если вы хотите Значит Теперь Давайте Поймем Вот То что У меня Написано Вот это k От x Это Я хочу Сказать Вот что Что Вопрос Такой Какой Из чисел Будет Меньше Вот Смотрите Есть два Числа Одно Из чисел Это Просто Вот Это Просто n Если я Хочу Понять Вот Как сказать Безусловная Мера И мера Пойма В точках x1 x В случае Когда у меня k-проектор Смотрите У меня k-p Это Проектор На Меньшее Пространство А теперь Вот 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 Это Так Сказать Матрица Грамма Соответственно Если Матрица Еще Дополнительно Куда-то Спроекцируется Площадь Проекции Будет Меньше На самом Деле Ну Не Больше Поэтому Поэтому У нас Есть Вот Такой Неравис Если Кто Не поверил Моим Руководительным Гелетическим Рассуждением Упражнение Откажите От самостоятельной Долго Значит Идею Я вам Рассказал Надо Здесь Увидеть Что Такую Проекцию И соответствую Изменения Вот Поэтому Получается У нас Следующее Что Или Можно Смотреть Вот На Это Все Как Там На Объем Вернее Что у нас Такой Матрица Грамма Это у нас Квадрат Объем Продеклипеда Натянутого На эти Вектора А с другой Стороны Когда мы Делаем Вот эти Преобразования Мы Грубо говоря Этот объем Считаем Как объем Основания На Высоту Ну Высота Она Так Сказать Не Обязательно Быть Точностью Стороной Но Это Будет Меньше Вот Значит Упражнение Довести От Так Среди До Строгого Доказательства Вот Какой Вероятностный Смысл За этим Стоит Вероятностный Смысл Такой Если Мы Уже Знаем Что В точке П Сидит Частица То Все Остальные Частицы Они Хотят Оттолкнуться От Этой Точки И В общем Вероятность Того Что Они Где-то Сидят Уменьшается По Другому Это Называется Свойством Отрицательной Корреляции Его Еще Можно Переформулировать Другим Языком Таким Что Вероятность Некоторые Некоторые Давайте Сотруд Сейчас Ну, разумеется, для любого события это быть верным не может. А, значит, это значит отрицательная коррелированность. Для любого А с таким свойством. Что если у принадлежит А, и для любого П Е следует, что нам нужно, чтобы это событие не было. Если это событие, так сказать, выживало, то есть, если про А смотри как на событие, то надо сделать так, чтобы это событие по-прежнему имело место, если мы добавляем четыре частицы. Ну, одну или несколько, это не важно. Вот такое условие. Значит, из вот этого свойства для коррелационной функции можно вывести то, что я здесь написал. вот. Вот. Хорошо. В общем, итак, для процессов, которые являются проекторами, для них есть вот это свойство отрицательной коррелированности. такое. Ну, хорошо. А кто мне скажет, что из всего этого получается, если у нас, скажем, наш процесс это органально-полимеальный ансамбль. То есть, просто так сказать, в нем всегда N частиц. Что тогда вот это вот все нам скажет? Ну, давайте попробуем какое-нибудь событие придумать. А. Значит, событие A. Итак. А. П. Это ортогональный полимеальный ансамбль. Ну, и в частности, мы знаем, что число частиц равно какому-то N. То есть, это проектор на какое-то N мерное пространство. И вот. Так. В качестве события A давайте возьмем такое событие, что число частиц какого-то A1 равно больше либо равно чем K1. Число частиц какого-то A, S больше либо равно чем KS. Ну, нет никаких сомнений, что это событие выживает при дополнительных частиц. А. Что же у нас тогда? Ну, тогда, смотрите, вот если мы пытаемся посмотреть сюда. У нас есть два случая. Первый случай. Если у нас вот сумма этих K житых равна в точности N. Тогда это значит, что мы точно сказали, что здесь сидит K1 частиц, здесь K2 частиц, здесь KS частиц на самом деле. Если мы теперь берем меру пальмы, то мера пальмы будет сколько частиц, почти наверное. Ну, со дна, потому что мы же одну частицу забрали, значит в это множество мы гарантированно не попадем. Значит, что-то было не нулевое, а стало ноль. Ну, все прекрасно. Если у меня теперь частицы мои где-то, значит, если у меня здесь неравенство не строго, ну, сумма K меньше, тогда это все некоторые содержательные условия, но можно его опять же написать. Ну, а можно там, скажем, добавить какое-нибудь еще одно дополнительное условие. Ну, то есть разбить вот это множество, потому что, где лишние частицы еще живут. И, как бы, в общем, получится что-то вроде того, что уже объяснено. Вот. Хорошо. Давайте теперь... Да ладно, давайте я еще полчаса поговорю. По крайней мере, на ругомыхательном уровне мы сделаем сейчас важную вещь. Вот смотрите. У нас была мера P. Мы из нее построили меру памяти. Вопрос. Как себя... Как связаны эти две меры? Эти две меры на пространстве конфигурации. Они там абсолютно непрерывны друг относительно друга. Или наоборот сингулярны. Или как? Оказывается, что для многих процессов они взаимно сингулярны. Ну, например, для сингий процессов. А почему это так? Это требует отдельного разговора. И нам, так сказать, сегодня я за это точно не возьмусь. Но зато мы можем поступить таким способом. Мы можем взять и исключить разные... Ну, так сказать, взять условия в разных точках. Взять меру PP и взять меру PP. И вот эти процессы, оказывается, при некоторых условиях, которые мы напишем, будут... Вот эти вероятностные меры будут абсолютно непрерывны друг относительно друга. И мы даже напишем производную родового негатива. Вот, собственно, это то, чем я хочу закончить сегодняшний раз. Так. Так, так, так. Ставлю. Так, у нас есть качественная афича между меры PP и... Да. Но его очень трудно поймать. Как бы, если вы интересуетесь, ну, грубо говоря, тем, что происходит в окошке, там, ну скажем, то вы никак не видите, а не частицы, но как бы все положения занимает. Ну, скажем, для силы в процессе, да? Абскими вероятностями. Но когда вы будете уходить на бесконечность, то есть брать как бы в целом весь процесс, то там это будет уже не так. С этим есть связанное свойство синус процесса, так называемая жесткость. Оно стоит в следующем, что если вы зафиксируете... То есть мы брали условие довольно простое, можно сказать. Возьмем условие при том, что вот в данной конкретной точке сидит частица. А теперь давайте сделаем куда более сильное условие, а именно скажем, что вот в этих всех точках сидят частицы. То есть мы... А больше никаких частиц вне вот этого интервальчика, вне этого окошка нет. То есть мы вне нашего окошка просто фиксируем конфигурацию. Вот она такая. Так вот. Значит, я прошу заметить, что на конфигурациях вне окошка есть естественная мера, но проистекающая из, так сказать, обычного синус-процесса. Значит, если у нас был синус-процесс на всей прямой, когда мы ее здесь закрыли, с этой сеть начали, то, соответственно, на конфигурациях на остатке у нас тоже есть прекрасная интерминантная мера точно такая же. Поэтому там мы можем сказать, что это почти, наверное. Вот теорема. Для почти всех конфигураций вот здесь, если мы рассмотрим условное распределение вот тут... Ну, теперь как бы надо нарисовать картинку вот эту. И у меня по одной оси будут конфигурации, ну давайте, это будет В. А здесь будут конфигурации на R-V. И вот оказывается, что для почти всех конфигураций здесь, для почти всех этих вот, мы обязательно будем попадать в B, ну, B давайте считать, скажем, отрезку снимать. У меня в B конечное число частиц, B компактное. Ну, соответственно, там может быть ноль частиц, потом есть какие-то варианты с одной частицей, с двумя частицами, с двумя частицами и так далее. Так вот, оказывается, что для почти всех конфигураций мы обязательно будем попадать в одно из этих множеств. Взяли какую-то конфигурацию снаружи, тогда почти, наверное, внутри три частицы. Взяли другую конфигурацию, почти, наверное, внутри пять частиц. Взяли третью, там почти, наверное, в ноль частиц. Вот такое вот интересное свойство, что, оказывается, как бы конфигурация снаружи, она, по ней можно понять, сколько частиц тут сидит. Соответственно, если у вас P теперь вот тут, взяли меру пальмы, то есть, эту частицу выкинули, то это свойство, соответственно, вам должно дать другую функцию. Вот это, другое число частиц. Вот так. Значит, это такой вот, это мы вперед забежали. А давайте я сейчас докажу. Давайте это будет такой. Теорема. Значит, теорема такая. Пусть, ну, значит, у меня K – это проектор, это важно. И, кроме того, K – непрерывный. Это мы тоже выяснили, что это нужно, чтобы писать такие формы. А, и любой парику из Е, соответствующие меры пальма, будут абсолютно непрерывны друг относительно. Доказательства. Ну, мы сейчас увидим, как построить соответствующую меру пальмы. Так. Наверное… Ну, ну, ладно, да, пока посмотрим. Так. Сейчас. А доказательство будет следующим. Понимаете, да, меры будут взаимные абсолютно непрерывные. Да, абсолютно. Ну да, это и есть эквивалентная, значит, абсолютно непрерывная в обе стороны. Так. Так. Первое. Значит, начнем мы с такого фактора. что мера на фонусе Е создаётся значениями от ожиданий мультипликативных функционалов. Так. То, такое мультипликативный функционал, я надеюсь, все помнят. Да. Значит, Пси-Ж – это произведение максимума от Х большого, это произведение от Х большого, это произведение от Х большого и от Х. А доказательство состоит в том, что надо в качестве… Надо взять такую… Вроде у меня… Потому что Райд и Тахаши мне больше не понадобятся. Ну, действительно, если я возьму в качестве функции Ж маленькая такую функцию, которая равна З маленькой Ажитому, когда… Когда Х прям лежит Ажитому. Единица иначе. Значит, Ажитая у меня дизъюнка. Ну, и давайте скажем ещё, что модуль З житого меньше единицы. Тогда что я могу написать? Тогда… Если я хочу посчитать модожидание моей, соответственно, Пси-Ж, то что это будет такое? Как теперь Пси-Ж выразить, так сказать, человечески? Ну, это будет модожидание. Чего? Это будет З1 степень числа частиц А1 на З5 степень числа частиц А1. Согласны? Хорошо. Ну, и вот это выражение – это и есть сумма по всем К1 КН от 0 до бесконечности. вероятность того, что… Вот такое равенство. Опять же здесь никаких, по-моему, нет сомнений, что это так было. Ряд справа прекрасный, сходится абсолютно там, вместе со всеми производными. То, что у нас модуль З житого меньше единицы. То, поэтому, соответственно, смотрите, что у меня получается. Если… Я говорю, что он задается. Значит, вот эти штуки мы знаем всегда. Мы знаем вот это выражение как функцию от Z. То есть мы знаем… Это как функция от Z, значит, мы знаем ее коэффициенты Taylor. То есть мы знаем вот эти числа, а это как раз и есть то, что нам надо, чтобы задать вероятность. Вот. Прекрасно. Теперь… Теперь мы можем, соответственно… Значит, как я это буду использовать? Я сделаю теперь такое утверждение. Это еще один способ получить из одной меры терминанты другую. Давайте это будет предложение. Пусть у меня P. И есть какой-то, значит, функционал в сюжете. Так вот, я хочу сказать, что если… Давайте P. 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 Это… Вот. И P же мы напишем я. Значит, что здесь написано? Здесь написано, что если я возьму меру P. Рассмотрю меру, которая имеет относительно нее плотность PsiH, значит… PsiH – это же функция от x-атес, от конфигурации. Ну вот, возьму такую меру. Ну, еще поделим на число, чтобы она отформирована была. Нетрудно сообразится, то, что у меня получится, будет вероятностью меры. Так вот, утверждение – это мера основодетерминатная. И мы напишем букву G. По-моему, здесь даже не важно, что P – это проектор. Здесь P вообще какой-то, может, канусы. По-моему, это тут роли не играет. Ну, действительно, давайте попробуем написать… Можно напишем? Да. H и G как-то связаны? Это… Спасибо. Давайте. Здесь, конечно, одна этажа. Я пытался изменить его значение и в одном месте забыл. Ну, отлично. Значит, давайте поймем, что мне нужно. Мне нужно доказать, что… Значит, давайте вспомним, что для детерминатного процесса отожидание мультипликативного функционала – это определитель 1 плюс ЖК. Да? Значит, это главная формула, которая здесь нужна. А если… Простите, Женя садится… Если это когда эта формула написана, то дальше все превращается в некоторое вычисление. То есть я сейчас напишу, ну, так сказать, отожидание относительно меры левой части, и мы увидим, что оно имеет, опять же, структуру такого детермината. Итак. Итак. Итак, я хочу посчитать. Давайте я… Ну, давайте пока считать, что это такая мера про штрих. Штрих от какого-то теперь функционалом СЖ. Значит, H у меня фиксирована, она мне данная, а теперь я беру какую-то Ж и считаю для нее вот это. Если я знаю, что… Если я получу, что у меня для вот этого отожидания будет иметь место вот такая формула, ну, с какой-то такой К, то я победил. Потому что я сказал, что они у меня… Значит… Что… Что этими числами все однозначно сдается. Это, например, все распределение… Итак. Ну, давайте считать. Вот это интеграл СЖ от Х, ДП штрих от Х. Это… Теперь мы вспоминаем, что П штрих имеет вот эту плотность. Ну, давайте мы так и напишем. То есть я могу написать, что это есть интеграл СЖ от Х, СЖ от Х, ДП штрих от Х. Да и теперь уже обычная ПК от Х. Но в знаменателе пока остальное. Теперь осталось заметить. Смотрите, здесь написано ПСЖ от Х, СЖ от Х. Это что такое? Это ПСЖ произведение. Это ПСЖ, конечно. Поэтому числитель имеет вид ровно к знаменателю только с ПСЖ. И, соответственно, мы можем к числителю знаменателя применить нашу формулу. А теорема в какой общности доказывается? Как это? А также все, что понадобится впредь. Мы проведем доказательства и допишем условия. Ага, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Я здесь следую лекции Александра Игоревича на осенней школе в Суздалье. Нет, ну секундочку в осенней школе. Осенней школе, но там были условия. Теорема еще не сформулирована. Мы сформулированы. Окей, окей, окей. Александр, когда я это закончу, то я закончу. А я продолжу, конечно. Так что вы убегайте. Ну, минут 10 его, да? 10 минут, да. Да, конечно. Так, вот такую формулу мы получили. Ну, хорошо. Значит, дальше надо как-то это свести к тому виду, который написан. И мы поступим следующим образом. Ну, первый шаг здесь достаточно понятен. Опять же, позвольте мне, так сказать, находиться в условиях, когда мы можем делать с определителями все, что мы привыкли делать в конечномерном случае. И сказать, что у нас все работает так же. В частности, один делительный определитель. Обратный оператор – это один делительный определитель. Можно это получить предельным переходом, когда у вас здесь стоит. Так. Так. Прекрасно. Так. Прекрасно. Значит. Да. А теперь мне бы хотелось вытащить вот это же минус 1. Так. Чтобы это стало видней, давайте мы сделаем следующее. Просто я могу сейчас написать ответ, но будет непонятно, почему я это преобразовываю. Давайте я скажу, что буква g – это a плюс 1. Тогда что у меня получится? Смотрите. Вот у меня в этой квадратной скобке появится, во-первых, a на h. Сейчас. Мне удобнее так написать. Да. Да. Именно так. А. На что? На h. На k. Ну, вот это вот. Правильно. Будет еще второе слагаемое, которое уже не зависит. И это слагаемое, которое уже не зависит. Будет такое. Единица. Теперь отсюда будет еще буква g – 1 на k. Простите. h – 1 на k. Ну, это вот из этой единицы проистекающая и еще вот это. Согласны? Что сумма h на k и вот всего вот этого – это как раз квадратная скобка. А, здесь где-то. Ну, и теперь осталось заметить, что вот это вот все – это единица. Отличный оператор. Поэтому у нас получилось, у нас получилось, что? Давайте мы напишем, что мат ожидания u' от си g – это делят 1 плюс g на 1 на то, что здесь написано. hk – 1 плюс h – 1, k – 1. То есть формула имеет такой вид, ну, вот с этим вот словом kg. Точнее говоря, это не самое удобное условие. Можно еще корень из h на самом деле разнести, ну, как мы это обычно делаем, чтобы было более симметричное выражение. Вот. Дальше некоторое упражнение состоит в следующем, что если… И отсюда вот видимо и проистекают те условия, которые… Которые с нас прошел Александр Игоревич, что если k – это проектор на l, то… Вот это вот все k – h будет проектором на корень из h – l. Давайте я сотру. То есть, во-первых, это будет проектор, во-вторых, это будет проектор на то, что я сказал. Да. 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 Прот. Вот, собственно, и все. Значит, мы получили вот это преобразование, а теперь смотрите, что мы еще получили. Проблема здесь в следующем. Что когда мы говорим, ну вот мы говорили, что, соответственно, PP и PP, а PP, а PP, а PP, а PP, а PP, а PP, вернее, KP и KP. Но так это не очень удобно. Что более удобно? Оказывается, что вот такая ситуация, она, например, возникает вот в такой общности. Давайте я это напишу. Пространство, вот пусть у меня L состоит из каких-нибудь, ну, во-первых, как мы уже выяснили, на L есть операция вычисления значения в точке, поэтому я могу описать. Теперь я потребую, чтобы I обладала свойством или условием деления. Это вот что значит. Предположим, что у меня есть какая-то функция F плюс I, причем F от PP равно 0. В какой-то точке она обращается вот. Тогда F делить на X, ну, так сказать, F от X делить на X минус P тоже принадлежит ей. Вот такое условие. Оказывается, что он достаточно часто вырус. Так вот, давайте теперь поймем, что тогда у нас получается. Тогда у нас есть пространство LB. Это множество всех F, таких, что F от P равно 0. Есть LQ. Множство F из L, таких, что F от Q равно 0. И мне бы хотелось, чтобы... То есть теперь смотрите, что я могу сделать. Я могу сказать, что у меня есть с одной стороны PQ. Это проектор на LQ. А с другой стороны я могу рассмотреть P... Не, простите. Пику. Капу, да? Капу, да? А с другой стороны я могу рассмотреть так. Могу взять K, P, а потом еще подобрать функцию какую-нибудь H. Это будет что такое? Это будет проектор на корень из H, F. И что это все равно будет. Ну и может быть там вот замыкание. Ну, как сказать, все усказано. Осталось сообразить, как же выбрать H так, чтобы у нас вот это и вот это пространство были одинаковыми. Ну, смотрите. Если функция LQ, можно как написать? Можно... А нет, почти. Здесь у вас буквы P входит. Это значит, что вы не правы. Но почти правы. Да. Х плюс Q делить X плюс Q. Конечно. Значит, что такое LQ? LQ это множество, так сказать, функций вида X минус Q на X. Да? Любую функцию можно представить в таком виде. А вот эти, это значит, где F лежит 0. А эти это корень из H на X минус P, ну, на F. Это значит, что это значит. Поэтому в качестве функции H нужно взять X минус Q. Ну, зависит от того, в какую сторону будет. Сейчас мне нужно, чтобы вот это равнялось это минус Q. Вот такая же... Тут, правда, возникает вопрос, такой неприятный. Ну, там же модуль появится. Да? Но когда вы корень из этого будете брать, то у вас возникнет модуль. Вот. Ну, на самом деле, я думаю, что надо поступать так. Мы... Вот я пишу корень из H. На самом деле мы будем писать любую функцию, у которой квадрат равен H. И давайте я напишу, вот так сказать, имею... Давайте я вот так здесь напишу. Что корень из H — это вот эта функция. Мне, в принципе, нужен только квадрат этой функции, когда я вот в той формуле, которую я уже стер для ядра, для kH. Так что вот и все. Это невероятностная ядра получается. Почему невероятностная? Кто невероятностная? Это kH? Ну, на мультипликативных функционалу не нужен. А я ее специально поделил. Вот это. И ползет. Нет, она комплексная может быть. Это отрицательная причина. Я согласен с вами, что может получиться нечто комплексное. Да, это здесь вы правы. Да, это здесь вы правы. А, модули плохие. Ну как, чем? Тем, что... Одно дело... То есть, либо надо сказать, что мое пространство там можно умножать на любую функцию, а вот для равной единицы, что обычно неправда. Нам же надо, чтобы... На чем идет вся игра? Потому что вот эти два пространства — это одно и то же пространство. Ну, я к тому, что если у нас есть деление, допустим, или умножение на x минус q, мы же можем еще домножить на характеристическую функцию, где x больше q или x меньше q и разделить отдельно на... А, вам никто не сказал, что эта характеристическая функция лежит в... Это же неверно, что в вашем L. Ведь у нас, ну, там, типичный пример — это, ну, вот, скажем, представьте себе, что в качестве L вы берете пространство... Ну, скажем, пусть у нас L2 на плоскости или, ну, так сказать... То есть, ну, на комплексной плоскости или там на каком-то ее подмножестве, а, скажем, L у вас состоит там из каких-нибудь аналитических функций, ну, еще, может быть, там с какими-то условиями. Вот такой типичный пример, который здесь надо держать в голове. Ну, и там даже на прямой можно что-нибудь такое же рассмотреть. Ну, то есть, я хочу сказать, что обычно вот это пространство, если мы говорим про проектор, оно довольно маленькое. Потому что надо, чтобы этот проектор был, как сказать, оператором там с... Из локально-следового класса. Ну, то есть, он должен быть довольно... Это значит, что, грубо говоря, число, то, куда вы проектируете, должно быть довольно маленьким. Поэтому и получается, что у нас... Еще раз вопрос. Почему вы не можете умножить пространство на функцию по моду? Это умножить по можно только, ну, как бы... Сейчас. Но процесс от этого не изменится. Сейчас. Да, 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 да. Наверное, вы правы. Да, значит, то есть, что у нас получилось? У нас получилось следующее. Что у нас есть два пространства. Одно — это пространство LQ, а другое — это пространство... Ну, давайте возьмем, действительно, вот конкретно такую функцию. Сейчас, значит, нам предлагают взять с модулем, да, по-моему. Ну, просто взять вот с модулем. Вот. После этого не возникает, во всяком случае, никаких вопросов про комплексности и так далее. Тогда, что у нас не будет наблюдаться вот этого равенства. Но у нас будет наблюдаться такое соотношение, что... Ну, давайте эти два пространства как-нибудь тоже обозначим, там, не знаю. М1 и М2. Так вот, у нас эти два пространства получаются друг с другом умножением на функцию... Какую-то там... тета N2, где тета по модулю равно... Тождественно равно единице. Значит, до этого мы добрались. Ну, потому что, собственно, все это тета, оно берется из того, что вот как раз здесь не написал этот модуль. Ну, а теперь, действительно, если мы рассмотрим проекторы... Если мы рассмотрим такие два проектора, то соответствующие операторы отличают... Ну, давайте мы рассмотрим там соответствующую изометрию умножения на функции тета. Тогда они будут сопряжены. То есть, у нас будет верно, что соответствующее... Ну, то есть, мы можем написать, что в одном случае надо будет написано там... Дед 1 плюс G минус 1. Ну, мы будем говорить какой-нибудь К1. А в другом случае будет написано Дед 1 плюс G минус 1. И... Ну, и плохая буква, конечно, будет. Жик. Жик. Ну, собственно, можно писать тета и тета в минус 1. Может быть, надо в другом порядке писать... Сейчас. Ну, что-то вот такое. Ну и все. Теперь вы можете, значит, эту операцию умножения сопрячь. Можно этот тета вынести наружу, да? Как и в конечном объектном случае. И детерминант, естественно, при этом не меняется, когда вы этот тета сокращаете. Этот тет в минус 1. Вот, да. Спасибо. Вот так тут надо выкрутиться. Значит, итак, теорема звучит еще раз следующим образом, что если у нас К это проектор на L, L обладает свойством деления, ну и К, в частности, у нас будет непрерывно, тогда эти самые меры Пальма будут абсолютно непрерывны друг относительно другу. Вот мы это доказали, кажется, полной строгости. Последнее, что я хочу сказать, это такая вещь. Если вы возьмете меру Пальма, вы можете потом взять меру Пальму еще раз. Но брать ее в той же точке бессмысленно, потому что там частица есть с вероятностью 0. Но мало того, что там есть вероятность 0, она с малой вероятностью есть рядом. Поэтому, на самом деле, брать, так сказать, дважды в одной и той же точке смысла не имеет никакого. Но зато можно брать меру... То есть это значит, что если возьмете... Ну, это, собственно, следовало из формулы Шарай и Токахаши, что новая вот эта вот функция К, КП от ИКС, 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 ИКС. Поэтому брать, так сказать, П, ПП, то есть два раза в одну и ту же точку бессмысленно. Это, скорее всего, будет не определенный объект, и он не будет... Ну, во-первых, это как бы мера 0, а во-вторых, Шарай и Токахаши вам тут не помогут. Потому что они как раз будут иметь 0 в сниженателе. Но брать разные по ИКУ вполне можно. То есть вы можете дальше рассмотреть... Ну, меры пальмов ППП1П2. Разумеется, это то же самое, что здесь все коммутирует. Потому что мы один раз взяли условие в одной точке Другой раз взяли условие в другой точке Можно взять на самом деле оба условия сразу И поэтому используют Такое значение Ну и так далее Можем написать сколько угодно Точку Соответственно у нас возникают меры пальмов Каждого порядка И в принципе для мер Ну вот например Вот в этой общности Вы можете написать То есть будет верно аналогичное Утверждение, что меры пальмов Одинаковый Так сказать одинакового порядка Они будут абсолютно прикрыты друг относительно друга Вот в этих условиях Это получается более-менее Так сказать Будет естественно более сложная формула Здесь будет стоять Несколько таких скупок Вот Я все что хотел рассказал Я думаю, что мы На этом закончим Нашу Обязательную часть Для желающих будет второй семинар Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому